Сегодня завершился прием документов на бюджетные места в Челнинские вузы. В этом году из-за пандемии процедура поступления изменилась. Подавать заявления можно было без наличия результатов ЕГЭ и дистанционно. Кроме того, в вузах добавили дополнительные бюджетные места. О том, какие еще изменения произошли в этом году, расскажем прямо сейчас. В этом году вузы выбирали сами, в каких условиях будет проходить приемная кампания. Так, в НГПУ для подачи документов абитуриенты могли как приходить лично, так и воспользоваться услугами онлайн-сервисов. Как сообщила ректор педуниверситета, более половины поступающих подали заявление дистанционно, но были и те, кто решил прийти сам. Я пришла первый раз подавать документы. Экзамены я еще не сдавала, но планирую прийти, также в очной форме сдать экзамены. Некоторые вступительные испытания в НГПУ уже прошли. В этом году они проходили в очные дистанционной форме. Также будут определены резервные дни для абитуриентов, не успевших пройти испытания по уважительным причинам. Основной поток, как и прежде, поступает по результатам ЕГЭ. На этой неделе объявят и итоги вступительных экзаменов. Наиболее хороший спрос у нас на такие специальности, как иностранный язык и второй иностранный язык. Там шесть человек на место. Средний показатель по приемной кампании – три человека на место. Вместе с копией аттестата в этом году требовался еще один документ – согласие на зачисление, которое приравнивается к оригиналу. Подавать такое заявление можно только в один вуз. В противном случае абитуриент рискует остаться ни с чем. Мы это контролировать не можем на этапе подачи. Когда мы начинаем формировать приказ о зачислении, то эти приказы у нас идут через федеральную информационную систему, единую систему. И мы видим, что абитуриент зачислен в два вуза, и по правилам приема его должны отчислить за обоих вузов. Сегодня закончился прием заявлений на бюджетные места. Поступающим на коммерческой основе необходимо уточнять сроки приема документов непосредственно в выбранных вузах.